Дорогие молодые люди, всех вас приветствую. Хочу спросить вас, жарко ли вам? Жарко ли вам или нет? Там жарко. Там нет. И знаете, от общины Ченакола я научился тому, что когда тебе жарко, ты не должен говорить, что тебе жарко. Однажды я был вместе с отцом Славка в общине Ченакола. И там был один новый священник. Мы принесли с собой что-то, сок, какие-то напитки. И после святой мессы мы немного выпили что-то, сок. И потом, когда мы вышли, один из парней сказал, «Да, так жарко сегодня, как жарко». А другой его, ангел-хранитель, или, может быть, кто-то еще, сказал ему, «Почему ты сегодня выбрал именно это слово, чтобы сказать?» Почему ты не сказал «Спасибо»? Почему тебе нужно было употребить именно это слово и жаловаться, как жарко? А ты не вспомнил об этом соке? Не вспомнил про святую мессу и даже не сказал «Спасибо». А видел только то, что тебе сейчас жарко. Это для меня было что-то настолько сильное. Там я научился, получил один большой урок. Что я вижу? Вижу ли я только то, что мне не подходит, что-то, что плохо для меня? А может быть, я забываю о том, что было доброе, красивое, что я принял? Может быть, я вижу только недостаток. А вижу ли я то, что мне дано? Вот нам дана община Чинакула. Это дар для нас. Сестра Эльвира – дар для нас. Все эти парни – дар для нас. Они как драгоценности. Бисер, как говорит сестра Эльвира. Раненые сердца, но бисер, драгоценность, жемчужины. Дорогие молодые люди, скажем спасибо общине Чинакула. Спасибо. Спасибо Господу за то, что они существуют. Спасибо. Прошу вас. Сестра Эльвира. Сестра Эльвира. Сейчас переводят то, что сказал отец Маринка. Она итальянский язык для членов общины Ченаколо. Я один из счастливых священников из общины Ченаколо. Я сейчас немного волнуюсь. Также я очень благодарен. Я благодарен Богу и благословенной Деве Марии и нашей общине, также Матери Эльвири. Они приняли меня в тот момент, когда я был потерян, когда я был печальным, тогда, когда я злился на свою собственную жизнь, когда я был настолько далек от мира. И тогда я был далеко от истины. Здесь, в Меджугорье, я встретился с одной истиной, которая пробудила мое сердце. В первую очередь, то, что истина в любви, в нежности взгляда одной матери, Матери Эльвиры, которая так смотрела в глубину наших сердец и видела столько плохого внутри нас. И она умела пробудить в нас искру добра. И она имела настолько огромное упование в Бога, и настолько же большое упование она имела и на меня, в меня. И так мы сочинили одну песню, что в объятиях, во взгляде любви Матери Эльвиры мы открываем любовь Божью. И поэтому я сейчас хотел бы попросить вас об одной услуге. Я хотел бы, чтобы сейчас... Я хотел бы, чтобы сейчас мы все вместе пришли к сердцу Матери Эльвиры и поблагодарили ее за ее одно огромное «да». сердцем, всем своим существом, она сказала «да». Матери Эльвиры Сейчас она больна. Матери Эльвиры сейчас настолько... Столько опустошена, потому что всю любовь отдала нам. И мы хотим попросить Баблагородицу, чтобы она пришла сейчас к Матери Эльвире и дала ей всю ту любовь, которую она отдала нам. Радуйся, Мария, благодать и полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами и благословен плод чрева твоего, Иисус. Матери Эльвиры сейчас, в час нашей смерти, Аминь. Мария, Регина Павли, Мария, Царица Мира, молись о ней. И действительно обращаем Матери Эльвиры с всеми мыслями, обращая нашу жизнь, как она часто нам спросила, «Сейчас обнимем Мать Эльвиру, обнимем нашу жизнь». Столько раз на этих ступеньках она стояла и говорила, призывала нас, «Обнимите свою жизнь, обнимите свое прошлое, историю вашей жизни». Допустим, чтобы милосердный Господь и Его милосердная Любовь обняла нас. Тот, Который стал человеком в Иисусе, в Иисусе Он стал прощением. Иисус сразу после воскресения явил свою Любовь, Любовь, которая простила апостолов. Он сказал им, «Мир вам!» И Он прошел сквозь закрытые двери, прошел через закрытые двери, так как часто закрыты и двери моего сердца. также, несмотря на всю ту Любовь, которую я принял, я все равно открываю, насколько я еще недостоин, насколько часто я отвергаю эту Любовь. «Открываю грех, который все еще внутри меня, но я знаю, что Иисус остается верен, и знаю, что Иисус может войти и сквозь закрытые двери». Я бы еще раз повторить, сказать мне и всем вам, «Мир Тебе!» Я люблю Тебя! Люблю Тебя! Я хочу также сказать спасибо Тебе! И я люблю Тебя, Иисус! И Майкель Ирвила часто нас учит, чтобы в отношениях друг с другом мы часто говорили друг другу, «Как сильно я Тебя люблю!» Спасибо, спасибо, спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо, спасибо, спасибо,ut zm. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дон Массимо сказал, что Матерь Эльвира, она как бы опустошила Себя ради нас, для нас. Мать Эльвира с нами. Мать Эльвира жива в каждом из нас. Мать Эльвира, она опустошена, потому что она настолько жива, как никогда прежде. Никто из нас не был бы здесь, если бы не она. Мы счастливы, что мы здесь. Мы счастливы, что мы живы. Мать Эльвира нас всегда обнимает и говорит, как здорово, что ты существуешь. Как это прекрасно, что ты существуешь. И это мы должны сказать сами себе. Каждое утро, когда мы проснемся, мы должны сказать это себе, тому, кого ты видишь в зеркале. Не кому-то, но именно себе. Как прекрасно, что ты существуешь. Именно ты. И это первое объятие, которое ты должен сделать каждое утро. Обнять самого себя. Мы должны любить себя. И это то, чему мы научились в общении. Мы научились жить в мире. Мир вам. Первую речь, которую сказал воскресший Иисус. Это не было приятного аппетита. Это не был ей слова «добрый вечер». Что он сказал? Что он сказал? Что он сказал? Мир вам. Веруем ли мы в это или нет? Так необходим для нас мир. Сейчас я не буду больше говорить, но хочу дать слово моим братьям и сестрам. И супер-сестрам. И в конце я хочу сказать, что что-то, что еще более супер, а еще более супер, это мать Эльвира. Мать Эльвира, которая имела огромное мужество, поставить нас на колени. Она имела мужество не давать нам лекарства, чтобы мы могли исцелиться от наркотиков. Не давать нам какие-то курсы терапии. Она нас не побуждала, не давала нам какие-то уроки, учения. Но у нее было мужество учить нас, привести нас ко встрече с Иисусом. У нее была настолько уверенность в том, что если ты встретишь Иисуса, Иисус преобразит твою жизнь, воскресит твою жизнь, и твоя жизнь станет прекрасной. И сейчас хотим ли мы начать с наших супер-классных сестер? Если бы была здесь супер-Эльвира, то она бы это супер-организовала. Спасибо вам. Мир вам. Хотим поприветствовать вас этими прекрасными словами воскресшего Иисуса. Я являюсь здесь сестра монахиня воскресшего Иисуса. Это благодаря тому, что мать Эльвира имела мужество произнести свое «да». Меня зовут сестра Бригитта. Я сама из Словении. Мне 47 лет. И сейчас я здесь в общине Чинакулу. Я также это все благодаря Богородице, которая призвала меня сюда, в Меджигорье, чтобы здесь я могла встретиться с сестрой Эльвирой, матерью Эльвирой. И здесь я утвердилась в своем призвании, где я нашла свое счастье. Сегодня я хочу поделиться с вами двумя такими особыми моментами, в которых я нашла мир, обрела мир. Первый раз я прибыла в Меджигорье в сентябре 1993 года. И когда мы приехали на границу с Боснией и Герцеговиной, нам сказали, что мы из Словении с нашим автобусом не можем проехать. И тогда мы два часа стояли на границе. У нас было много времени, и я вышла из автобуса. Когда я вышла из автобуса, у меня было такое чувство, что я словно погрузилась в глубокий мир. Я ощутила в своем сердце мир. Мне казалось, словно я вошла в мир, в покой, что я могу прикоснуться к этому миру. И этот мир был настолько живым чувством во мне. И через несколько часов после того, как я ощутила это чувство мира, одна паломница пришла и сказала, не хочешь ли ты автостопом добраться со мной до Меджигорье? Я была исполнена миром, и я даже не размышляла, что это могло быть опасным, потому что это было время войны. Я ответила всем сердцем, да, пойдем, поедем. Мы начали молиться о Розарии, и на седьмом, радуйся, Мария, остановилась одна машина, которая нас безопасно отвезла в Меджигорье. Это было первое паломничество, которое я совершила автостопом во время войны. И в сердце у меня был глубокий мир, чувство защищенности, что я в руках Богородицы, и никто ничего не может мне сделать. А другая ситуация, с которой я хотела бы поделиться с вами, она касается одной моей подруги, с которой я не разговаривала в течение пяти лет. Я очень страдала, молилась, предавала все Господу, участвовала в Святой Месси, в поклонении. И когда через долгое время мы с ней встретились, мы обняли друг друга, и это было одно долгое объятие, которое длилось долго. И снова в своем сердце я почувствовала глубокий мир. И это то, чем я хотела поделиться с вами, потому что эта девушка также стала сестрой монахини, и до сих пор ею является. Спасибо вам. Я благодарна общине за то, что могу быть сейчас с вами. Меня зовут сестра Адиванья, я из Адиванья, и я из Бразилии. Я хочу поблагодарить общину за этот мир, который я пережила здесь, который я имею в своем сердце, и которым могу делиться со всеми, кого встречу. Я думала вначале, что у меня есть мир в сердце, потому что я была хорошей девушкой, у меня была семья, у меня был друг, который любил меня. Но это был ложный мир, мир, который дает этот мир, этот свет. А истинный мир я встретила, когда встретилась с общиной, с жизнью в общине, с общиной, в которой я могла услышать Иисуса, который произнес «Мир тебе». Мир, который я обрела в миссии, когда я узнала эту общину, познакомилась с ее образом жизни, в Бразилии, там, где оставленные дети. И в их страдании был мир. И в этом их взгляде воистину во мне рождалось желание стать миссионеркой. «Я благодарна за мир» «Я благодарна за мир» в тот момент, когда я ответила «да», тому призыву, который исходил от Бога ко мне. «Я благодарна за мир, который дает мне община и дает мне жизнь каждый день. в этой жизни вместе с сестрами, которые живут со мною, в жизни рядом с детьми, которых встречаю в миссии. «Я ощущаю мир» и во время этой встречи здесь с вами, потому что воистину, истинный мир мы можем обрести только во время встречи с Иисусом, который нас любит. Спасибо вам! Добрый день всем вам! Меня зовут сестра Вероника. Я также член общины с сестер воскресшего Иисуса. Несколько лет я уже живу в миссии в Либерии, в Африке. Наша миссия в Либерии очень близко расположена с единственным святым местом в этой земле. И это святое место носит название «Царица мира», как и здесь, в Меджугорье. Я прибыла сюда, чтобы поблагодарить Богородицу за всю нашу миссию и за всю нашу землю. Потому что год назад в нашей земле именно в эти дни был вирус тяжелой болезни. И каждый день умирали сотни человек. И для нас в миссии это не было легкой ситуацией. мы отозвалось много людей, которые помогали нам. Они отдали свою жизнь для того, чтобы помочь больным. В эти дни в наших сердцах не было мира. Мы испытывали страх. Мы не думали, что вирус Эбола может прийти в нашу миссию, в наше служение. Было достаточно того, чтобы один человек из нашей миссии заразился вирусом Эбола, и так бы наша миссия закончилась. И мы говорили сами себе, что же нам делать. И тогда мы ответили, мы сделаем то, чему учила нас община, чему научила нас мать Эльвира. Будем молиться. И так мы начали одорацию пресвятых даров. Я могу сказать вам, что через это в наши сердца пришел тот мир, который не был нашим, не исходил от нас самих. И так мы смогли прожить 8-10 месяцев закрытые в общине и испытывали великую радость и мир, которые исходили от Бога. Спасибо, Богородица, спасибо Богу и спасибо вам за силу молитвы. Молитва воистину может все изменить. И молитва дает нам силы через молитву. Принимаем силу жить в доброте. Все то, чего ожидает Господь от нас. Спасибо вам. Как одна суперсестра монахиня пришла в молитву и почему она отправилась в миссию? Я пришла в общину, потому что я уже больше не хотела жить. и в общине я открыла жизнь и радость жизни, желание жить. И как и матерь Эльвира я решилась, я хочу отдать, дарить свою жизнь. И, значит, вопрос был, почему решилась пойти на миссию? А ответ Бог позвал меня пойти отправиться в миссию. Я думаю, что Господь воистину знает, чувствует, что мы в своем сердце желаем сделать со своей жизнью, как ее прожить. И тогда Он дарует нам то, что для нас воистину хорошее, доброе. Я очень счастлива, что могу дарить себя, себя полностью отдавать за жизнь света. Спасибо. Спасибо. Субтитры 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 , Субтитры 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 , Субтитры 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 , Субтитры , Субтитры , 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 Субтитры, Я могу вам сказать, что я пережила тяжелые моменты. Момент, когда должна была родиться в нашей семье, была война. Отец пошел на войну, а матерь была со мной, с моим младшим братом, сама одна. И когда я была ребенком, я могу вспомнить те страхи, которые ощущала моя матерь, переживала моя мама. Мой отец, он тогда еще не знал, кто родится девочка или мальчик. Я попросила моей маме, чтобы ребенку дали его имя. В случае, если что-то произойдет, если он погибнет, чтобы у ребенка было его имя. Спасибо Богу, мой отец остался живым. У нас четверо братьев и сестер. У меня три брата, я единственная сестра, единственная девочка. У меня его имя, и я единственная похожа на папу, все остальные похожи на маму. Для меня это был дар. Потому что, в течение всей жизни, я поняла позже, насколько важна цесла меня. Моей семье было тяжело принять меня с тем, какая я была, что я была закрытой, была чувствительной. Им это нелегко было принять. Когда я вырастала, я не была довольна, чтобы та пустота, которая... Чем-то ее заполнить, я начала заполнять ее другими, которые были рады со мной. Простая, я вошла в общество, начала дружусь с людьми, которые были старше меня, потому что они меня принимали. И мне было хорошо, что они принимали меня такой, какая я и есть. Я пошла по неправильному пути, который принес мне много забудного времен. Уже в 17 лет, я пошла вне дома на улице. Потому что моей семье было тяжело нести все это страдание. Они просили меня, чтобы я что-то изменила, а я решилась выбрать своих друзей, что я пойду с ними. Я не осознавала того, что ожидает меня, когда я выбрала улицу. Самая красивая вещь, с которой я хочу сегодня с вами поделиться, это то, что я являюсь частью общины Ченакола. Здесь я нахожусь благодаря их малейтве. Мы в общине каждую субботу вечером между двумя-тремя ночью у нас одорация, и мы молимся за всех вас. Мы молимся за всех тех, которые чувствуют себя так, как мы когда-то себя ощущали. И почему я воистину верю, что эта малейтва спасла мою жизнь? Потому что в день, когда я ушла из дома, это была суббота. Вечером мы ушли с друзьями вместе с мою свободой. И в этом празднике я начала разговаривать о себе, о своих проблемах. Чем больше я говорила, тем больше я понимала, что все эти люди еще больше удалялись от меня и уходили от меня. И тогда я поняла, что я не имею истинной дружбы. Я снова была разочарована. И осталась одна. Об этом я вам говорю, потому что это было самое сильное переживание в моей жизни, которое изменило мою жизнь. В момент... Я почувствовала себя так полностью из себя. В тот момент в моей голове было много разных страшных вещей. Я думала, что моя жизнь вообще не имеет смысла, что вообще нет смысла жить. И в тот момент, когда я размышляла об этом, в тот момент, когда я должна была что-то сделать, сделать что-то плохое, в тот момент я почувствовала, как меня обнимает одна рука. В первом моменте я не верила в эту руку, которая меня обнимала. Я не верила, что, может быть, кто-то хочет обнять меня. И когда я увидела, что это объятие, оно не перестает, я подняла глаза и увидела, что это мой отец. Эта вещь очень глубоко коснулась меня. Эта вещь очень глубоко коснулась меня, потому что я не осознавала, что мой отец всю ночь бодрствовал и ждал, когда я вернусь. И потом он пошел искать меня. Он не пришел, чтобы меня ругать или ударить с меня. Он пришел, чтобы обнять меня. А это очень глубоко тронуло меня, потому что я понимаю, что это не была только воля моего отца. Это было что-то гораздо большее. А это был наш милосердный отец, который является отцом всех нас. Я спрашивала, как возможно, что мой отец пришел именно в этот момент. Потому что, если бы он пришел на 10 минут позже, возможно, меня уже больше не было. Если я вспомнила эту любовь отца, я почувствовала, что я дочь любимая отцом. Спасибо вам. Приветствую всех. Я буду очень конкретной. Меня зовут Сирена. Мне 25 лет. Я из Венеции. Отвечая на вопрос, что является миром для меня, я размышляла над тем, как я искала мир где-то во внешнем мире. Я помню, что я очень много спала и упала в леность и была мертвой. Я помню, что я таким образом на этот мир, вместо того, чтобы проповедиться, так, за раз после того, когда я принимала другие, была еще больше, принимала наркотики, была еще больше печальной. Честно убежала от своих обязанностей, от работы, от всего того, что ожидало меня из-за своей слабости. Поэтому хотела бы дать вам один совет, совет, который я открыла здесь, в общине, именно в этом месяце. Единство, которое мы ощутили, готовя этот музыкл к кредо. Очень много жертвовали, чтобы подготовить этот музыкл под солнцем, без снаби, не спя. У нас в Италии в июле настал праздник, который мы называем праздник жизни, потому что тогда мы празднуем рождение нашей общины, и это обычно длится три дня. Оставалось несколько дней до этого праздника, и надо было много что приготовить. И Марко нам сказал, сегодня для вас есть один подарок, вы можете отдохнуть. А я спросила, как? Марко сказал, вы отдохнете работая, работая с любовью. Я могу вам посвидетельствовать, что когда мы делаем вещи с любовью, с жертвой, полностью давая себя, так мы находим мир. И каждый из нас может таким образом найти мир, обрести мир. Это означает, что таким образом мы не делаем шаг вперед к злу, но делаем шаг вперед к добру. Спасибо вам. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 И только поэтому вы находитесь там. И поэтому сегодня вечером мы ожидаем вас там, на поле. Вы прекрасны, потому что вы приходите сюда в 4 вечера по полудню и уходите в 11 вечера. И где же вы ужинаете? Когда вы ужинаете? Скажите, где? И мы придем туда. У вас даже нет ужина. И он даже нет в нем необходимости. Спасибо вам за то, что вы нас учите тайне истинной радости. А радость рождается в жертве. Радость рождается в тот момент, когда мы отбросим свою лень. Просто ногой дадим пинок своей лени. И поэтому мы должны ногой дать пинок всякой лени. И вы воистину делаете это и очень хорошо делаете. Радость, истинная радость. Великая радость, она исходит только от Иисуса. Исходит только от Марии. Спасибо вам! Мы обнимаем вас объятием матери Эльвиры. Сильно-сильно крепко вас обнимаем. И любим вас! Сильно-сильно крепко вас обнимаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok